Небогатой бретонской дворянке Жанне де Бельвиль, родившейся в 1300 году, было суждено рано стать взрослой. Уже в 12 лет ее отдали замуж за дворянина, 19-летнего Джеффри де Шатабриана. Жанна родила сына, названного Джеффри, и дочь Луизу. Но в 1325 году она вступает в связь с богатым бретонцем Оливье де Клиссоном и рожает от него сына Изабо. Приключение вдовы Став вдовой, Жанна озаботилась сохранением за своими детьми их наследство. Будучи в расцвете женской красоты, она сошлась с сыном герцога Британии, Геевосьмой, графа Пентевра. Тот тоже был вдовцом, и, казалось, ничто не помешает новому брачному союзу, но... Как только Жанна и граф поженились, против их брака ополчились многие знатные люди, объявив его мезальянсом и потребовав от церкви расторжения. С одной стороны, родственники опасались за судьбу графского наследства, с другой, виды назнатного вдовца имело семейство де Блуа, рвавшейся к власти в герцогстве Британии. В 1330 году папа римский Иоанн, 22-й, расторг этот брак. Ге тут же женили на мэре де Блуа, а через год он умер, оставив наследство дочери, Жанне де Пентевр. На ней, в свою очередь, в 1337 году женился Карл де Блуа Шетилен, еще один герой этой истории. Жанна оказалась в сложном положении. После скандального развода ей пришлось какое-то время жить во владениях сына, так как поместье первого мужа унаследовал Джеффри младший. Дочь вышла замуж, и матери можно было подумать о себе. И тут о себе напомнил отец ее внебрачного сына, Оливье де Клиссон. У него как раз закончился траур по умершей супруге. Оливье предложил женщине руку и сердце, и та согласилась. Это был брак и по расчету, и по любви. Жанна, превратившись в мадам де Клиссон, закрепила положение старшего сына Джеффри поддержкой влиятельного Оливье и дала незаконнорожденному сыну положение в обществе. Сам де Клиссон, получив право на земли Шатабриана, стал очень влиятельным человеком в герцогстве. Что же касается любви, то, помимо Изабо, Жанна родила супругу еще четверых детей, сыновей Мариса, Оливье, Гийома и дочь Жанну. Дом де Клиссон был наполнен счастьем и детским смехом. Моя месть, так назывался ее флагман. Кроме него в эскадре Жанны было еще два корабля, купленных при поддержке короля Эдуарда Третьего. Их корпуса были черного цвета, а паруса – красного. Ее маленький отряд получил громкое название «Флотилия Возмездия». С мечом в одной руке и абордажным топором в другой, такой де Клиссон запомнили немногие выжившие матросы французских кораблей, которые она захватывала. Экипажи, как правило, уничтожались поголовно. Французских аристократов при этом Жанна обезглавливала лично. Изредка она оставляла в живых пару-тройку человек, чтобы те сообщали врагам, кто уничтожает их флот. Не довольствуясь морским разбоем, де Клиссон нападала на замки и прибрежные селения, принадлежащие дворянам, которых она считала виновными в гибели мужа. Пленные подвергались мучительной смерти, их владения предавались огню. Два года свирепствовала бретонская львица, как прозвали ее враги, в водах Ла-Манша. Всего Жанна де Клиссон пиратствовала 13 лет, отойдя от дел лишь в 1356 году. Тогда же она в последний раз вышла замуж за сэра Уолтера Бентли, одного из полководцев английского короля. За военные успехи он был пожалован владениями на побережье Британии, подконтрольным сторонником семейства Манфор. Вернувшись в герцогство, в замок Ханнибонд, Жанна прожила здесь с мужем три года и в 1359 метрах покинула этот мир. Интересный момент, Джеффри, сын бретонской львицы от первого брака, воевал за семейство де Блуа. Он погиб в 1347 году в битве против англичан при Ларош-Дириен. В этом же сражении был захвачен в плен злейший враг Жанны, Карл де Блуа. Тот провел несколько лет в английском плену, пока не был выкуплен за 700 тысяч золотых флоринов. Другой же сын, Оливье, вырос и сражался за Манфоров, а потом перешел на сторону нового французского короля Карла VI, который сделал его коннетаблем, маршалом, Франции. Такие вот зигзаги судьбы. Впереди много всего интересного, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!